Есть вопрос один от Анны из Краснодара, которая спрашивает, примет ли ее Господь в том виде, в котором она сейчас есть, потому что она говорит, что и читает стихи, и верит в Господа Иисуса, и благословляет еду, но на собрание нет времени ходить. Вот такой вопрос, примет ли Господь меня в том виде, в каком я есть? Знаете, я могу вам сказать такую вещь, что когда апостол Павел жил в Риме, он два раза, как минимум мы знаем, два раза был арестован, и два раза он находился не просто в заключении в тюрьме, второй раз он находился в притории, то есть непосредственно во дворце самого кесаря, и он был не просто там во дворце в тюрьме, а к нему был 24 часа в сутки прикован претерианский страж, то есть телохранитель кесаря, и он не мог сделать ни шагу без этого телохранителя, и вот в этих оковах он все-таки писал Тимофею послание, и филиппийцам он писал послание туда, и он говорит, что я нахожусь в оковах, и этим радуюсь, потому что я-то в оковах, но Слово Божие остается не закованным в оковы, и он мог проповедовать, раз в 6 часов менялись претерианцы, прикованные к нему, и они просто вынуждены были слушать Слово Божие, и он, я уверен, проповедовал им, и Дух Божий касался их, и я хочу вам сказать, что если вы действительно пишете, ну, я не знаю, ваше сердце его знает Бог, и я уверен, что оно чисто, и на самом деле в этом сердце столько добрых побуждений, просто возьмите себе обетование из первого послания Петра, 3 глава, он говорит, ибо кто любит жизнь, и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла, и уста свой от лукавых речей, уклоняйся от зла, и делай добро, ищи мира, и стремись к нему, потому что очи Господа, вот это вот ваше обетование, обращены к праведным, и уши его к молитве их, и лицо Господне против делающих зло, то есть на сегодняшний день Господь говорит вам одним словом, что если ваши помыслы чисты, и если ваши мысли, они направлены на добро, если вы уклоняетесь от зла, если вы берете как обетование именно вот это, что Бог обращает на вас свои очи, вы не должны слушать ложь дьявола, который вам говорит, что Бог вас какой-то там не примет, написано, что очи его обращены к вам, он за вами смотрит, он видит, и если вы продолжаете действовать, как будто бы слово не закованного ковы, а вы несете его, даже если вы в околку этой работы, которая мешает вам приходить часто в церковь, вы делаете то дело, на ради которого нас Господь оставил на земле, сказав, идите и научите все народы, поэтому принимайте это обетование, отрекитесь от всей этой лжи сатаны, вы Божье дитя, как это уже говорил здесь сегодня Евгений, он говорит, что Бог дал нам право быть своими детьми, благодаря тому, что мы уверовали в Него, и вся в вашей жизни это происходит прямо сейчас, не верьте никакой лжи сатаны. Я также добавлю к этому, подпишусь под этими словами, сегодня перед эфиром ко мне пришли такие стихи, вы знаете, Христос сказал дьяволу, отвечая на то, когда дьявол склонял его к тому, чтобы он сотворил хлебы, из камней написано, он сказал так, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Нам важно понять, что мы нуждаемся в Слове Божьем, хотя иногда нам кажется, что мы нуждаемся только в том, чтобы поесть, попить, посидеть там в тепле и больше ничего, ну то есть главное, чтобы мы имели для насущной жизни какой-то набор, если мы его имеем, тогда мы можем чувствовать себя более-менее удовлетворенными. Но Писание говорит, что для жизни человеку необходимо Слово Божье, которое Бог будет проговаривать в сердце человека. Каким образом, какими путями это Слово Божье будет приходить, это уже следующий вопрос. Но вам нужно все равно оказываться в том месте, где Бог говорит с вами. Говорит ли он вам через проповедь проповедника, говорит ли он вам через там группу домашнюю, говорит ли он вам там, когда вы посещаете церковь или просто вы сидите дома и он с вами разговаривает. Если Слово Божье достигает вас, то этого достаточно для жизни и благочестия. Если оно не достигает вас, это уже другой вопрос. Вам нужно на самом деле попытаться и расположить свое сердце, оказаться там, где Бог с вами разговаривает, где он вас учит, наставляет, исправляет, ведет вас. Если вы находитесь в этом месте, а этим местом должна быть церковь, должна быть церковь. Но бывает и по-разному, бывает люди в церкви занимаются разными другими какими-то делами, и Слово Божье не провозглашается, такое тоже случается. Поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы ваша духовная жизнь была в порядке. Как сказала Виэль, если у вас ситуация, где вас заковали, где вы в стесненных обстоятельствах, все равно найдите время для того, чтобы наполниться Словом Божьим, чтобы Бог мог разговаривать с вами, потому что от этого вы будете живы. Не удовлетворяйтесь только тем, что вы пошли на работу, получили деньги, обеспечили свою семью, покормили своих детей и все. Вам необходимо поднимать Слово Божье, приносить его для ваших близких, родных, для самого себя и заботиться об этом. Потому что это самые главные вещи, от этого зависит ваша жизнь. А уже остальные вещи, хватает вам времени пойти в одно место или в другое, это уже следующий вопрос. Еще один момент, важно знать, что для полноценного развития духовного вам необходимы близкие люди, с которыми вы можете разделить веру. Это тоже очень важно. Бывают ситуации, когда мы закованы в оковах, и мы не можем ничего сделать, и тут есть благодать Божья для роста. Но все равно нам нужно стремиться к тому, чтобы найти людей, которые разделяют с нами общность веры. Потому что нам важно практиковаться в любви. Это не значит, что все будет по маслу, и вы всегда будете находить общий язык. Это нормально, что есть какие-то несогласованности, есть какие-то моменты в общении, во взаимоотношениях, потому что вам важно развиваться и возрастать духовно именно в общении с вашими близкими. Поэтому, если на сегодняшний день вы не имеете такой возможности, молите, чтобы получить такую возможность, потому что это очень важно. Но Бог воспринимает как свое дитя и без этого, на самом деле. Так как вы еще продолжаете жить на земле и ходить в этом теле, вам необходимо духовно развиваться и возрастать в Слове Божьем. Запечатать вот это можно таким еще обетованием. Короткая притча, 15 глава, 16 стих. Вы сейчас тревожите, просто отрекайтесь от этой тревоги, потому что Слово Божье говорит вот что. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Просто сейчас вслух произведите. Я отрекаюсь от любой тревоги, от любого страха. Я хочу жить в страхе Господнем, даже когда я в оковах. И пусть это обетование вас пободрит.